Мы часто называем Рим вечным городом. От многих построек Древнего Рима остались пустые места или небольшие островки руин, которые свидетельствуют о том, что здесь находилось. Некоторые туристы, которые приезжают в Рим, говорят мне, покажите нам Рим, только без многочисленных осколков Древнего Рима. И я понимаю туристов. Ведь очень сложно представить то, чего уже давно нет. Но истории и легенды оживляют эти места, а археологи продолжают нас удивлять новыми фактами и описаниями. Они дают нам возможность представить, каким был Древний Рим. После прочтения двух книг Альберто Анджело, писателя, журналиста и ученого, мне захотелось уже в тысячный раз вернуться на поле, где был самый большой подром Древнего Рима. Здесь проходили соревнования на колесницах. Сейчас мы видим только поле. И в одной части поля стоит небольшая башня, а рядом виднеются остатки трибун. Это остатки Большого цирка времен Трояна. Троян был императором с 1998 по 117 год. История же цирка началась намного раньше. Можно было начать рассказ про историю этого места с основания Рима и бортоубийства, с похищения собинянок, но мне сегодня хотелось представить Большой цирк времен Нерона, от которого после Большого пожара 1964 года ничего не осталось. Многие монументы Древнего Рима, которыми мы сегодня восхищаемся, все они были построены после пожара 1964 года. Вот простой пример. Например, после пожара Нерон построил Золотой дом. Без него бы на этом месте, может быть, никогда бы не появился и Колизей. Римский форум был совершенно другим. Сложно представить последствия трагедии пожара, который длился девять дней. Рим в то время был многонаселенным античным городом. И за эти дни он просто сгорел дотла. Мало что известно, каким был Рим до пожара. Но благодаря кропотливой работе археологов кое-какие факты вырисовываются. Как написано в книге Альберто Анджело, Рим во времена Нерона был не из мрамора, а был деревянный, с темными переулками, узкими извилистыми дорогами. И это уже объясняет многое. В книге также описано, как и где произошло возгорание. И все эти факты были установлены благодаря труду археологов. Именно в этой части Большого цирка начался большой пожар. Для тех, кто не был в Риме, чтобы вы понимали, хочу немного объяснить. Большой цирк находится рядом с Тибром. В то время на этом месте был древний речной порт, куда приплывали лодки с товаром. С раннего утра рабочие разгружали и разносили товар по складам. Именно разносили, потому что это была пешеходная зона. На этом берегу Тибра находился бычий форум, а там чуть выше овощной рынок. Весь день люди работали, разгружали, торговали, а вечером шли к Большому цирку. В нижней части Большого цирка были не только склады и магазины, но и таверны, где можно было покушать и остановиться переночевать. И, конечно же, в таких местах были женщины, которые занимались самой древней профессией. Их называли светлячками, так как они в ожидании клиентов с факелом в руках постоянно гуляли по улице. Ночные девушки-светлячки были родом из Сирии, и работали они уже в Риме к тому времени 250 лет. А началось все с того, что они приехали в Рим и хотели заработать, играя на музыкальных инструментах. Но заработки были маленькие. Чтобы выжить, они стали заниматься древней профессией. Девушки очень красиво танцевали, играли на музыкальных инструментах и поэтому были очень востребованы в Риме. Светоний, древнеримский писатель, писал, что когда Нерон собирал публичные банкеты, то приглашал этих девушек для того, чтобы они украшали вечер и развлекали людей музыкой. Также возле Большого цирка в вечернее время собирались гадалки. В этом районе жизнь кипела и бурлила. А сейчас на территории Большого цирка в будни тишина и покой. Можно встретить только людей, которые занимаются спортом, любителей собак, которые выгуливают своих питомцев, редких туристов. И здесь же итальянские учителя любят проводить уроки истории Древнего Рима. Иногда, как и в Древнем Риме, это место заполняется людьми. Здесь проводят концерты, ярмарки и какие-то большие мероприятия. Мы знаем, что трибуны цирка были высокие, а внизу находилось 120 комнат. В них размещались склады, магазины с множеством товара, работали портные по пошиву одежды, где шили одежду не только для простого народа, но и для элиты. Большой цирк можно сравнить с самым большим торговым центром Древнего Рима. Это место, где на скачке собиралось много народу, а потом после скачек народ мог купить себе что-нибудь в магазине. Можно представить, как было тесно в лавках. Чтобы добраться до товара, надо было подняться по деревянному настилу. Освещение было скудное, и поэтому внутри помещения постоянно пользовались факелами и масляными лампами. Многие, где работали, там и жили. Матрасы были набиты сухой соломой, и поэтому одно неудачное движение с огнем, и начинался пожар. Пожары были частым явлением в Риме, и чтобы их вовремя остановить, еще при августе был сформирован патруль пожарных. Сначала их было не так много, а потом количество пожарных увеличилось. Их казармы находились в каждом районе города. Патруль отвечал за определенную территорию. Работа заключалась в том, что они каждый день и ночь патрулировали и проверяли пожарную безопасность в городе. Но в тот момент, когда произошло возгорание, 18 июля 1964 года, пожарников рядом не было. Огонь начал быстро распространяться и превратился в бешеное пламя. В истории часто обвиняли Нерона в поджоге. Эта версия появилась сразу после пожара. Но здесь много противоречий и тайн. Нерон – сложная, капризная, непредсказуемая фигура, и о нем надо говорить отдельно. До пожара народ любил Нерона. Он, насмотревшись на ошибки предшественников, понял, что хлеб в Рим должны поставлять бесперебойно. Полей в Риме было очень мало, и поэтому зерно всегда поставляли морем из Египта, Испании, но всего шесть месяцев. В плохую погоду с октября по октябрь поставки зерна останавливались. Ни один император не уделял столько времени этой проблеме, как Нерон. Нерон планировал проложить новые каналы от моря к Риму, чтобы поставки хлеба были все 365 дней. Сначала зерно поставляли в морем в Потсуле, а потом по каналам в Рим. Он четко следил за поставками зерна, снижал цену на хлеб. В Риме были специальные склады с зерном, запасами которого могли пользоваться только тогда, когда все склады были пустые из-за перебоя поставок. Такие склады с запасом зерна на черный день спасли Рим от голода. Вы только представьте, сколько народу в то время было в Риме. У женщин, которые имели четырех детей, были льготы на хлеб. Нерон вознаграждал благодетные семьи. До пожара 64-го года, по данным книги Альберто Анджело, в Риме проживало от 800 тысяч человек до 1,2 млн. Это был самый большой город прошлого. В наше время эта площадь называется Устоистины. А в Древнем Риме здесь находился бычий форум. Огромная шумная площадь с клетками, вольерами для разных животных. От быков, овец и до диковинных птиц, которых привозили издалека. Вот, например, фламинго. Из мяса фламинго в Риме готовили блюда для гурманов. Здесь продавали как живой скот, так и мясо. А в центре площади стояла большая статуя быка, символ этого места. На месте, где мы сейчас находимся, был порт. Здесь грузчики, согнувшись под тяжелыми мешками, разгружали товар и вручную разносили его по складам. Можно представить, сколько в этом районе было народу. На этом месте, где сейчас находятся анаграфы, в Древнем Риме был склад зерна. Грузчики, как муравьи, выстраивались в очередь друг за другом, чтобы занести мешок с зерном на склад. Предположительно, зерно хранили на втором этаже, ведь рядом находится тибор, который часто выходил из берегов. Грузчики поднимались по деревянным настилам наверх и там оставляли мешки. Чуть выше, где находится церковь и театр Марцелло, находился овощной рынок. Там стояло несколько храмов. Остатки храмов сейчас встроены в фундамент церкви. Эти храмы ограничивали территорию рынка. Один из храмов был посвящен богине Матер Матута, богине, которая защищала новорожденных и беременных. Перед храмами, которые стояли на этом месте, стояла молочная колонна, колонна Латтария. Латы в переводе с итальянского – молоко. А внизу этой колонны находилась небольшая комната. Женщины, которые не могли прокормить детей, приносили их сюда и оставляли, в надежде на то, что кто-то заберет младенца и позаботится о нем. Причины, почему женщины оставляли детей, были разные. Это могло быть, что в семье было слишком много детей, или отец ребенка подозревал, что это плод измены, или это был больной ребенок. Ребенка заворачивали и приносили к этой колонне. Многие женщины оставляли опознавательный знак, распиленную монету или медальон, чтобы потом можно было отыскать ребенка. Вторую часть монеты они хранили у себя. Было хорошо, когда ребенка забирали в семью, где по каким-то причинам не было детей. А хуже всего было, когда ребенка забирали в целях наживы. Когда девочки вырастали, их заставляли зарабатывать деньги древней профессией, а мальчики становились рабами. Были и ужасные случаи, когда детей специально калечили, чтобы вызвать у окружающих жалость. Так дети с малых лет занимались попрошайничеством, а собранные деньги приносили всыновителю. Потом какое-то время у этой колонны бесплатно раздавали молоко для детей из бедных семей. Про эту колонну очень мало сведений. Вероятно, ее снесли тогда, когда началось строительство театра Марцелла. Церковь Сан-Ликола-Ин-Карчеры построена на руинах трех храмов. Они датируются II-III веком до н.э. Свой нынешний облик церковь получила в 1599 году. Она была перестроена по проекту известного архитектора Джакума де Лапорта. В подвалах церкви до сих пор находятся подиумы, на которых стояли три храма. Также внизу нашли небольшую комнату. Видимо, это была тюрьма. Отсюда и название церкви – Святой Николай в темнице. Существует легенда, что когда в тюрьме сидел мужчина, к нему каждый день приходила дочь, которая недавно стала мамой. Ее обыскивали, чтобы она ничего не приносила в тюрьму, а потом запускали. Но однажды ее поймали в момент, когда она кормила отца грудью. Все были поражены преданностью и находчивостью девушки. Потом рассказывают, вроде бы этого мужчину отпустили, и всей семье назначили пожизненную пенсию. В эпоху Возрождения на тему этой легенды было написано очень много картин. Сегодня мы прошли по Риму очень мало, но с помощью воображения и знаний исторических фактов мы смогли увидеть Рим времен Нерона до Великого пожара 64-го года. Как я уже говорила, пожары были частным явлением в Риме, и этот пожар 64-го года был не последний. Не знаю, есть ли перевод на русский язык этих книг Альберто Анджело, но если есть, я советую вам их прочитать. В июне 2022 года должна выйти третья книга этой серии. В первой книге Альберто Анджело описал, каким был Рим до пожара. Во второй книге – описание пожара и 9 дней трагедии, где Альберто Анджело расписал все по часам. И третья книга, я думаю, будет посвящена восстановлению Рима после пожара. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Не теряйте меня. В последнее время я очень много читаю, работаю по составлению новых маршрутов, занимаюсь домашними делами, коплю силы и жду вас в гости. Как только появится у вас возможность, приезжайте в Рим, и я покажу вам этот удивительный город. Продолжение следует...